всем привет вроде мы более-менее настроились значит сегодня что у нас сегодня в общем я честно признаюсь что не успел все подготовить то что обещал поэтому сегодня у нас будет лекция состоять из двух частей первая часть будет у нас обзор обзор протоколов маршрутизации да там ну так так будет обзорника по протоколам маршрутизации динамическим да и вторую часть я решил ну давно хотел рассказать там про утилиты как-то ну тестирование сети пропинг трассе роут и мтр да подготовил пропинг там парочку более-менее таких интересных примерчиков посмотрим я думаю будет довольно интересно должно быть так значит картинка с прошлого раза вообще вообще циска не рекомендует использовать статическую маршрутизацию да там везде где удобно где где возможно да рекомендуется использовать динамическую маршрутизацию почему да просто потому что динамическая маршрутизация нам она более удобно да позволяет мне снять нагрузку с администратора да позволяет допускать меньше ошибок администратор меньше ошибок ну смысле больше ошибок когда при чем больше ручной конфигурации как бы да тем больше соответственно ошибок правильно динамическая маршрутизация позволяет убрать как бы большинство ошибок вот плюс у нее есть несколько еще очень интересных фишек о которых мы там чуть позднее поговорим да значит что у нас концепция вообще очень проста например ну как мы знаем что маршрутизатор при включении да ну вот к примеру там до r2 наш так что то не видно нет видно наш r2 да он знает но как мы помним да из прошлой лекции он знает только как то непосредственно подключенные сети там да вот эта сеть и вот эта сеть да соответственно соответственно у нас есть какой-то протокол маршрутизации который мы включили ну все равно да мы помним что такое протокол да ну протокол это как какой-то язык общения на соответственно мы должны включить на наших маршрутизаторах выбранный нами протокол маршрутизации к примеру там ну так как мы будем больше внимания уделять успеху да например мы включим успех здесь и его успех здесь соответственно они уже на этом протоколе будет ну с помощью этого протокола они будут общаться между собой да и пересылать какую-то информацию какую информацию они могут пересылать самое главное они пересылают таблицу может записаться свою да таблицу маршрутизации мы мы не прописываем руками в каждый маршрутизатор там как мы делали статической маршрутизации маршрута да нам просто маршрутизатор вот r2 мы на нем включили успех на r1 включили успех r2 сразу же начинает слать пакетики в сторону успех он говорит хэй чувак r1 он говорит я знаю сеть 3.0 я горит знаю сеть 2.0 он ее анонсирует маршрутизатору r1 маршрутизатор r1 понимает но он принимает этот пакет да от r2 он видит что он говорит него ну типа сеть 2.0 у меня и так есть как бы да и я не буду добавлять потому что она у меня непосредственно подключена как бы я себе больше доверяю чем тебе да я не буду никаких поправок вносить но горит вот всей 3.0 я не знал соответственно я добавлю к себе в таблицу маршрутизацию сеть 3.0 да соответственно я ее добавлю так что я понимаю что так как информация пришла от маршрутизации р2 следовательно эта сеть к нему подключена непосредственно да значит следующий хоп ну сеть это да доступно через маршрутизатор r2 маршрутизатор r2 у нас доступен по адресу 2.2 соответственно я записываю себе маршрута в сеть там 3.0 через вот эту 192 168 2.2 все совершенно просто как бы да то же самое маршрутизатор r1 маршрутизатор r1 и на маршрутизаторе r3 мы тоже подняли протокол spf r1 пересылает свою таблицу маршрутизации вот так вот r2 r3 маршрутизатору соответственно что он пересылает он пересылает уже он знает информацию о непосредственно подключенных сетях это сеть 1.0 и сеть 2.0 да ну directly connected network и знает уже про сеть 3.0 да потому что ну он уже получил просто информацию от r2 соответственно добавил и r3 добавляет отсылает ее к маршрутизатору r3 маршрутизатор r3 смотрит так 1.0 1.0 у меня есть я ничего не буду менять сеть 2.0 окей типа 2.0 круто я не знал об этом сеть 3.0 зашибись я теперь знаю про еще две новых сети на и он понимает маршрутизатор r3 он понимает что эта информация пришла от r1 с таким вот айпишником да соответственно свою таблицу маршрутизации он будет добавлять запись то же самое как r1 да ну в смысле сначала напишем буковку о это значит что маршрутизации протокол маршрутизации успев дальше он пишет какая сеть ну там допустим 20 да и он пишет что следующий хоп это будет 12 ну 192 168 давайте напишу 192 168 12 просто потому что вот этот вот маршрут пришел от маршрутизатора r1 ну все как бы построилась автоматически по факту да соответственно дальше роутеры все равно будут обмениваться информацией да даже при том что вот у нас они обменялись информацией они сказали друг другу да там поделились своими сетями да все равно через какое-то определенное время дальше мы об этом поговорим они будут рассылать тоже зависимости от маршрут от нашего протокола до динамической маршрутизации либо полностью будет рассылать нашу таблицу маршрутизации либо изменения зачем на фига ну зачем вот это делать да там подсказывайте кто кто знает зачем зачем постоянно рассылать да правильно если что-то где-то ну там все стало недоступно да там не знаю что то вот здесь вот отвалилась у нас да 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 вот один из больших плюсов протоколов динамической маршрутизации что если бы мы все это вручную конфигурировали да нам бы r1 но как бы он бы все равно думал что вот этот сеть 3.0 подключена как куда ну если бы в ручном режиме все это делали и все равно бы слал туда пакеты так как у нас здесь сеть отваливается у r2 он понимает ну удаляет маршрут из своей таблицы маршрутизации и рассылает либо изменения либо полностью таблицы маршрутизации по всем другим маршрутизаторам да в чем это может быть хорошо мало того что это вот один плюс то что у нас таблица изменилась динамически да мы уже узнали что там я то что то пропало но у нас же может быть еще может быть такая ситуация вот так вот сюда и сюда да еще несколько маршрутизаторов то есть альтернативный маршрут соответственно у нас может пропасть не обязательно вот эта вот сеть 30 может быть пропасть вот эту сеть 20 соответственно маршрутизатор r3 ну таблицы маршрутизатор у нас изменились они разослали с помощью протокола spf да мы динамически разослали и r3 понимает что у него раньше был доступ в сеть 30 и через в эту сторону да можно было слать пакеты и в эту сторону можно было слать пакеты и 30 была доступна но так как теперь сеть 20 у нас упала нету ее здесь соответственно этот маршрут стал неактивен да мы удаляем его из протокола из таблицы маршрутизации и все пакеты начинаем слать вот вот так соответственно сеть 30 у нас также доступно да также что у нас еще есть здесь появляется вопрос если r3 вот если у нас сетка здесь все в порядке да с 20 r3 у нас имеет вот раз маршрут два маршрут в таблице маршрутизации да как он будет выбирать как бы ну да да он будет использовать метрику метрика маршрутов но это как бы как еще можно обозвать ну типа стоимость она для каждого может за для каждого протокола маршрутизации используется своя и об этом тоже буду дальше говорить зависимости от ну вот каких-то параметров там да и каждый протокол динамической маршрутизации метрика устанавливать свою нет 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 метрика метрика в разных в разных протоколах метрика по разному рассчитывается это не обязательно там ни секунды или что-то там да я об этом буду говорить как ну вкратце конечно но там есть разные параметры значит про динамическую маршрутизацию да там еще раз подытожим значит в чем прикол что она динамическая как бы да ну понятно динамическое динамическое ну то есть все да это круто да вот ну что сеть сама перестраивается таблицы ну не активные маршруты удаляются из таблицы активные появляющиеся сами добавляются да соответственно у нас есть избыточность и автоматическое переключение на другой маршрут да соответственно если мы потеряли вот эту сеть у нас пакетики начнут в другую сторону ходить и третье выбор на и лучшего маршрута соответственно выбор на и лучшего маршрута зависимости от метрика и зависимости от каких-то параметров которых мы чуть дальше поговорим да вот три самых главных плюса динамической маршрутизации ну и еще считаю то что снимается нагрузка с админа как бы до меньше ошибок там допускается вся фигня значит поговорим о протоколах какие у нас бывают протоколы маршрутизации вот здесь подготовил несколько видов протоколов тоже поговорим достаточно кратко и обзор надо потому что какие-то просто более используются часто какие-то менее часто внутри кстати не видно почти да да это вот так получше да мои каракули здесь вообще вот вопрос появляется да нафига нам столько протоколов маршрутизации да там одна же цель единственного протокола просто тупо строить маршруты да там обновлять таблицу маршрутизации там да динамически на хрена но это можно провести аналогию как с машинами как бы да нафига нам столько марок машин как бы да это то же самое одна цель у машины да там просто из точки а в точку б нас перевести по факту то да но мы можем выбрать там ну кому-то там самую дешевую машину там лишь бы доехать кому-то там хочется побыстрее кому-то по понтове чтобы было да там каждой свои плюсы соответственно с протоколами такая же фигня как бы какой-то каждый протокол там для своих целей предназначен да какой-то и в чем-то более как бы он лучше да и в чем-то хуже как бы соответственно у кого-то есть да статика это вообще пешком наверно соответственно как бы каждый выбирает свой под свои задачи да там мипов свои какие-то цели протокол маршрутизация соответственно у нас все протоколы маршрутизации целится но они делятся на несколько как бы да вообще там папа посмотреть каким критерием да на какие-то группы нам час важно зависимости от сферы применения есть так называемые между доменной маршрутизации и внутридоменной маршрутизации. То есть у нас есть так называемый домен или еще называют автономная система. Это система из какой-то организации, из своих каких-то маршрутизаторов, они как-то между собой связаны, вот так, вот так, вот так. Обычно это считается системой какой-то одной компании, которая находится под управлением какой-то одной структуры. Это автономная система. Соответственно, у нас есть протоколы, которые предназначены для управления автономной системой, именно для внутреннего получается, это так называемые EGP. А есть, которые предназначены для управления именно междоменной маршрутизацией, между автономными системами. У нас вот такие системы, тут еще вот здесь, сколько маршрутизаторов, довольно много, три, сколько угодно. еще какая-то система. И вот именно здесь, именно между системами, соответственно, здесь у нас рассмотрены… и вообще в этой части CCNA мы в основном будем рассматривать именно протоколы для автономных систем, именно для доменной маршрутизации. Это вот ОСПФ, ИСИС, РИП, ну ИСИС тоже там, он, в общем, применяется как бы, да, скорее именно для доменной маршрутизации. EGRP, EGRP, BGP – это все-таки протокол именно междоменный. Да? Ну там я чуть дальше сейчас поговорим об этом, что для чего каждый, ну, каждый протокол для чего нужен. Начнем, как обычно, с протокола РИП. То, что самый простой, самый стандартный, самый такой, ну, на самом деле можно сказать, что РИП не особо уже сейчас используется, но с него обычно начинают стандартно, да. РИП там есть у нас нескольких версий, по факту он уже довольно устаревший маршрут, протокол, да. Чем он, что это вообще? РИП – это, не знаю, как, можно сравнить с этим, Ford Pinto, там, да, такая маленькая, она ездит, нормально, короче, можно доехать на чем-то. Че? Вот. Не очень быстрый, не очень красивый, ну, тупо работает, мы там включили, да. Значит, что у него есть, что интересного есть в протоколе РИП. Значит, рассылает информацию о своей таблице маршрутации каждые 30 секунд. Причем, да, я вот в прошлый раз, ну, когда на той картинке мы смотрели, да, я говорил, что может либо полностью таблицу маршрутации рассылать, либо изменения. РИП рассылает именно полностью всю таблицу, он не умеет рассылать изменения. Всю таблицу каждый раз. Соответственно, у нас есть, что может быть, может потеряться, да, какое-то сообщение, вот одно из этих. Соответственно, мы ждем 90 секунд. 90 секунд мы даем на восстановление. Ну, мало ли там маршрутизатор у нас там сильно нагружен, да, там или пакет где-то потерялся там, да. Соответственно, ну, ой, сори. Как-то получается, таймер, таймер неактивности он правильно называется, да, 90 секунд. В качестве метрики, да, вот тоже в прошлый раз, ну, и на той картиночке я говорил, в качестве метрики он использует хопы, так называемые хопы. То есть, хоп, вот так. То есть у нас есть, например, ну, так же вот сколько-то маршрутизаторов, да, допустим, вот чтобы с этого маршрутизатора вот на этот перейти нам надо, переслать пакет сюда и еще сюда, да. Соответственно, у нас здесь один хоп. Как бы, да, один промежуточный маршрутизатор получается. Все, протокол RIP больше ничего не учитывает. Он совершенно тупой, просто тупо считает, сколько он проходит, да, ну, какое количество маршрутизаторов он проходит. Он считает, что если меньше маршрутизаторов, чем меньше, тем лучше. Ему пофигу, да, там, может быть, у нас вот здесь вот между маршрутизаторами канал там очень медленный, может быть, там, диалаб какой-нибудь, да. А здесь у нас просто еще один маршрутизатор, да, затесался. И, может быть, здесь вообще гигабит, да. Но при этом, что здесь больше хопов, он сюда не пойдет. Он в эту сторону не пойдет никогда. Как бы, да, что он считает, что меньше хопов лучше, все. Ну, ему попрется по-тупому, короче, туда. Все. Зашибись. Но есть один большой плюс. Кто там пищит? Это не я. Есть плюс у RIP, да. Единственный, наверное, и такой, ну, быстро настраивается, во-первых, да, и поддерживается, скорее всего, почти всем 90% оборудования поддерживает RIP. Все-таки, да, и он очень легко, да, поднимается, конечно. Дальше. Дальше у нас появилась, ну, компания Cisco такая есть, наверное, вы слышали, да. Вот. Соответственно, Cisco захотела протокол RIP улучшить, да, и она выпустила свой протокол, протокол IGRP. Соответственно, что здесь они? Они здесь решили улучшить метрику, да. Они уже считают не только хопы. Они считают, ну, у них комбинированная метрика, считают пропускную способность канала, относительную надежность, и так далее. Соответственно, у него тоже есть, конечно, свои плюсы и минусы. Плюсы, тоже простота конфигурации. Но у него есть минус. Они решили, что вот это вот 30 секунд и 90 секунд, как бы, да, это слишком много, вот. А, в смысле, слишком часто, да. Давайте не будем, говорит, так часто отправлять. Давайте отправлять пакетики по умолчанию 90 секунд. Каждые 90 секунд, ну, вот это вот, как там называется, HelloPacket, да, секунд здесь, да, сек. И таймер неактивности, соответственно, у нас вырастает, ну, как бы, в три раза 270 секунд, получается, да. Ну, вот это вот, конечно, большой минус. Все-таки, что, соответственно, у нас, ну, информация будет изменяться довольно долго, если у нас маршрут пропал, да, мы будем ждать там 270 секунд, да, пока мы не выкинем, соответственно, это каждый маршрутизатор будет ждать об этом. Ну, это слишком долго, да, соответственно, вообще протокол AGRP уже считается устаревшим, как бы, да. Его фактически так же, как и RIP, его очень мало где используют. Да, я просто его вычеркиваю. Дальше. Протокол OSPF. Соответственно, протокол OSPF на сегодняшний день самый, один из самых таких популярных протоколов маршрутизации. Open Shortest Path First называется. Соответственно, почему Open? Open – это значит, что он не пропиетарный, хотя AGRP – пропиетарный протокол, да, цисковский. OSPF, он open, он открыт, как бы, используется на многих устройствах, везде доступен. Соответственно, ну, это один из, как бы, больших плюсов, да, и один из, как бы, вообще, как-то показателей, почему OSPF так сейчас очень сильно распространен, да, потому что любое оборудование, ну, очень многое оборудование, да, поддерживает этот протокол. Соответственно, по умолчанию, по умолчанию, hello-пакетики у нас отправляются каждые 10 секунд. Также, соответственно, в отличие от RIP, да, то, что тоже важно довольно, что он не шлет свою полностью таблицу маршрутизации каждый раз, да. Вот как раз OSPF более интеллектуальный в этом плане, да, он отправляет первый раз, он отправляет всю таблицу маршрутизации, да, все, что есть у него. Они обменялись, маршрутизации друг с другом, да, все, и дальше он шлет просто hello-hello, hello-hello. Если нет изменений, да, он просто, ну, типа, ping-ping, да, там, типа, я живой, все окей, как бы, все нормально. Если какие-то изменения произошли, он только изменения пересылает, как бы, да, он не шлет, он, как бы, зачем нам каждый раз шлать таблицу маршрутизации, там, нагружать сеть, как бы, да, нафига, если изменений нету. Если изменений нету, он просто шлет. Окей, типа, hello, да, все, все нормально, я здесь. Вот, соответственно, ну, это, как бы, как, большой плюс. Зачем нам лишний раз нагружать сеть, получается, да, там. Я правильно понял, что если в течение 10 секунд, там, ухо, там, что-то про сердце, грубо говоря, не бьется, тот считается потерянным и идет быстрее, да? Нет, здесь еще же… Все это перестраиваются, все это перестраиваются. Нет, у него есть таймер же, так же, как и у остальных, у него есть таймер неактивности, соответственно, только… я тебе точно не скажу, почему ты мне… Можно? Соответственно, это все, да, во-первых, погуглить, во-вторых, это все настраивано, да, я говорю назначение по умолчанию, вот. Соответственно, все эти таймеры неактивности можно, ну, варьировать, как бы, да, вот. Соответственно, OSPF использует метрику, которая называется стоимость, cost, да? Стоимость считается по формуле. Так, cost. Мы делим так называемую reference bandwidth, Rb, да, на link bandwidth. Ну, reference bandwidth, да, типа, эталонная ширина пропускания, да. Обычно там ее считают 100, 100 мегабит, типа, да. Мы 100 делим там, ну, например, link bandwidth, там, да, если у нас какой-нибудь… Ну, как-то в США сейчас они до сих пор считают, там, T1, T2, T3, да, там, я на каких-то предыдущих лекциях рассказывал об этом, да, да. Это сколько там, 1,5, ну, примерно 1,5 мегабита, там, да, или 1,44 мегабита, там, что-то такое у них. Мы делим там reference bandwidth, делим на, как его, link bandwidth, на ширину пропускания канала, как бы, да. Соответственно, делим на 1,5, и мы получаем вот это вот значение маршрута, cost. Вот, очень такая простая, незамысловатая формула. Соответственно, OSPF имеет метрику, допустим, чтобы обозначить маршрут, который вообще недоступен, да, он ставит просто очень большую метрику, там, 16 миллионов 777215, типа, ну, в общем, очень-очень большую метрику. Если есть большое какое-то значение, да, метрики он ставит маршруту, да, соответственно, этот маршрут считается просто недоступен. Да, вопрос? Нет. Ну, то есть, чтобы указать, что маршрут, ну, что не надо использовать этот маршрут, типа, он недостижимый, ну, если мы его не выкинули с таблицы мышц, мы поставим ему очень большую метрику, да, и, соответственно, OSPF считает просто, что он просто недоступен. Так, дальше такой, если у меня, например, получается, ну, то есть, один маршрут получает маршрут от другого маршрута, и у другого маршрута, мы выбираем маршрут с меньшей метрикой, если нам на один, на наш маршрута прилетело с двух разных сторон, как бы маршрут к одной и той же сети, да, по протоколу OSPF, то мы выбираем просто с меньшей метрикой, просто и все. Соответственно, он будет через… Ну, да, может, да, да, ну, это логично. Ну, по факту нет, смотри, же так всегда говорится, что, типа, у нас, по-моему, на прошлой как раз я лекции тоже упоминал, да, об этом, что у нас каждый маршрутизатор выбирает путь для пакета, да, самостоятельно, по факту, да, что он строит, у него как бы есть свое представление о сети, да, ну, соответственно, со своей таблицей маршрутизации, да, в соответствии с тем, что он получил от соседей. Соответственно, он просто выбирает по таблице, типа, маршрут с меньшей метрикой, просто и туда отправляет пакеты, и все. А, то есть, маршрута обменивается только информацией на маршрутах и информация о метрике? И информация о метрике. А, то тоже один. Ну, ты не квалифицируешь? Ну, нет, если тебе, смотри, вот на одному и тому же маршрута пришло просто с двух разных сторон, там, да, маршрут к одной и той же сети, но с разными метриками. Как бы, соответственно, он просто выбирает тот, который меньше. А. И все, да, и он добавляет, он, причем он может, в зависимости тоже от протоколов, да, вот я точно не скажу тебе сейчас, он либо добавляет просто с меньшей метрикой, да, маршрут к себе в таблицу, либо оба маршрута, но просто, как бы, да, два маршрута, он сохраняет оба маршрута, но просто использует тот, у которого меньше метрика. Ну, да, вот мне подскажут, что в таблицу OSPF добавляются все маршруты, а в таблицу маршрута есть лучшее, да. Ну, это тоже в зависимости от протоколов, видимо, да, они могут по-разному, наверное, себя вести. Вопрос такой, маршрутизатор, когда получается маршрута вместе с метриком, информацию о метрике, ну, то есть он метрику корректирует в зависимости от того, он просто корректирует, или просто корректирует. Вообще корректирует, да. Нет, если он… Да, нет, но он же не будет, ты получил нормацию в 40 сетях, он же не будет все 40 сетей передавать. Да, 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 получается, видишь, он знает… Если он просто хаврит. Потом через 10 секунд, без куба, он перестраивает, да. Да, да, да. Так. Что мы там? Протокол IS-IS, да. Протокол IS-IS, также есть несколько версий протокола, да. Соответственно, он может использоваться как для междоменной маршрутизации, да, там какие-то версии протокола, а какие-то версии для доменной маршрутизации, да, для автономных сетей. Соответственно, IS-IS протокол очень сильно похож на OSPF, да. Ну, так, ну, так как у нас обзорная все-таки, да, все-таки, лекция. Получается, что он очень сильно похож на OSPF, но можно сказать, что он, как это, OSPF для, ну, для «продвинутых», в кавычках, да, потому что он позволяет настраивать тучу параметров, да. Он, да, он, там, супер настраиваемый, можно сказать, что, типа, если вы используете SPF, это, ну, окей, нормально, да, там, если вы используете IS-IS, вау, ты, там, супер-сис админ, короче. Но, по факту, они, между собой, они очень сильно похожи, как бы, да, что OSPF, что IS-IS. Вот, IS-IS, хотя их больше используют именно провайдеры услуг, скорее, да. В обычных сетях больше OSPF используется. Соответственно, ну, вот как-то так, да, что все-таки IS-IS это какая-то провайдерская такая, да, именно междуменная, ну, именно для междуменной, получается, как-то. Маршрутизация, вот. Да, да. То есть, это не интернет-провайдеры? Нет, интернет-провайдеры. Для междуменной, получается, ты между… Но это ты не в своей сети, получается, ты делаешь. Для объединения больших сетей. Да, для объединения больших сетей именно используется IS-IS. Вот. Да, про BGP тоже еще поговорим сейчас. И… Так, сейчас. Уеду чуть-чуть. И RGRP. Проперитарный протокол компании Cisco. Можно сказать, что он… Феррари среди протоколов, да, раз уж мы с машинами начали, там, это сравнивать, что он… Он переработанный в лучший стандарт IGRP. Вот. Ну, по факту, у него один минус, что вам надо иметь оборудование Cisco, да, чтобы его использовать. Вот. Он очень легко конфигурируется, как протокол RIP. Вот. Ну, по крайней мере, так говорят. Я сам не поднимал, честно. Признаюсь. Вот. С одной стороны, он… А? Ну, надо срочно закупаться. Ладно, будем надеяться, что это… Похоже, что для военных предприятий будут санкции по поставке оборудования Cisco и, по-моему, так сюда включить. Ну, как бы, да, сейчас же стараются переходить в этом плане, но это уже так и… Понятно, что для предназначения уже 76-я. Прежевать чисто, потому что мы чего контакт с нашими… А мы, да. А мы, да. А мы, да. А мы, да, мы, да. Ладно, давайте не будем… Это, оставим холивар, да. А в автобус? Да, да, да. Потом, после лекции поговорим за пивком об этом. Сейчас просто рассмотрим, да, так кратенько, протокольчик. Значит, что у него, да, какие-то плюсы. Легко конфигурируется как RIP. Соответственно, имеет плюсы такие же, как у SPF и даже больше. Значит, у него метрика вычисляется по формуле. У него там довольно сложная формула. Мет-рик, да. Он считает несколько показателей, да. Это полоса пропускания Bandwich плюс Bandwich, задержку, дилей, учитывает тоже, да. Учитывает реабилити, то есть наихудший показатель надежности на всем пути на основании экипы Live. Ну, он, по факту, он, как это, считает, потерянные пакеты, по ходу дела, почитает. Да, что наихудший показатель надежности на всем пути, ну, как надежность пути можно оценить, да, там, количеством потерянных пакетов, по факту. Значит, реабилити, загруженность канала, да, load и, так, раз, два, три, четыре. И пятый параметр иногда тоже считается МТУ. МТУ, помните, да, там, Maximum Transmission Unit. То есть, ну, он наименьшее МТУ на всем пути считает, да. Максимум Transmission Unit – это, как его, максимальная единица передачи данных. То есть, ну, он, видимо, считает, что в зависимости от канала, да, там, чем меньше МТУ, тем хуже. Правильно, что у нас? Ну, ну, типа, Jumbo Frames, там, да, чтобы… Да, если поддерживать такие штуки, значит, это, типа, лучшая сеть. Ну, и тоже, вот, про МТУ, там, тоже, он как-то, в принципе, на формулу входит, но говорят, что оно не всегда учитывается, там. Вот. Что у него еще плюс, да, что, кроме ОСПФ, он умеет? И JRP умеет, что? Вот, смотрите, у нас есть, может быть, такая ситуация. Так, где у меня тут место осталось сейчас? Нарисую. Вот, у нас есть, нет, вот здесь. Видно. Два маршрутизатора. И здесь два маршрутизатора, да. Соответственно, между ними и нас есть линк. Здесь линк. И здесь линк, да. То есть, нет. Два линка. Между, ну, в общем, между вот так вот, наверное. Между двумя маршрутизаторами есть по два линка, да. Допустим, здесь у нас там 1,5, а здесь 1,8 мегабита, да. Соответственно, все наши маршруты, все наши маршрутизаторы, да, фу, протоколы маршрутизации, да, они как? Они считают, они выберут 1,8 просто, да, типа, максимально хороший линк, типа, окей, я буду там ходить. Все, пойдет через него. И RGRP понимает, что у нас два линка, он будет их вместе использовать. Он умеет суммирование маршрутов делать. Он понимает, да, что, типа, ну, блин, разница-то небольшая. Да, что я, я буду и сюда, и сюда пускать, тогда и зашибись. А вот это уже вопрос, надо смотреть. По идее, он, он... Да, ну, в общем, кроме EGRP, да, не умеет никто так делать. Соответственно, ну, судя по всему, должны, да, и этот, и этот маршрутизаторы, как бы, ну, оба поддерживать. Да, суммирование, ну, это логично. Так, BGP. Porter Gateway протокол, это основной протокол динамической маршрутизации, который используется в интернете. Это именно, как он, междоменная маршрутизация, да? Маршрутизация между нашими... Как это правильно называется-то? Выскочила из головы. Да. Между автономными системами. Соответственно, используется либо в провайдерах интернета, либо в очень-очень больших интерпресс-сетях. Используется. Соответственно, ну, BGP все-таки это... Такой тоже немножечко выходит протокол именно за рамки именно CCNA, как бы, да? Потому что все-таки CCNA направлен именно больше на... Как это, на внутренние сети, да? Что они на провайдерские. Да, провайдерские сети это уже там CCNP, там, ну, высокий уровень, как бы, да? Так что мы так вкратенько чуть-чуть упоминаю про него и все. Соответственно, интересно, да, вопрос. Может ли так быть? Допустим, есть у нас маршрутизатор. Да, сейчас я сотру тогда, что мы тут нарисовали. Допустим, к примеру, да, есть у нас маршрутизатор. Вот такой. Там он линк имеет до другого маршрутизатора. Там в эту сторону у него там тоже какой-то линк. С одной стороны, к нему приходит, там, SPF. Да? С другой стороны, к нему приходит RIP. О, RIP. Вот так. Соответственно, во-первых, может ли мы так? Так, можем, можем мы так делать? Да. Можем, конечно, конечно, можем. Можем. Можем сконфигурировать. Но, да, вопрос сразу становится, как мы, блин, будем сравнивать-то, ешка-хот. Если у нас RIP, он говорит там, да, он считает хопы. Да, он считает, он говорит, воу, я знаю, там маршрут, у меня там 5 хопов до маршрута, да. SPF говорит, у него метрика 5, да. Смотри, SPF нам говорит, у него метрика по-другому считается. Там он говорит, у меня там метрика 55, там 34, там траля-ля. Ну, что значит в целом? Нет, для оборудования, то есть, есть приоритет протоколов. Вот, вот, правильно, вот, да, правильное слово ты сказал. Приоритет протоколов. То есть, так называемое у нас есть, появляется понятие административная дистанция. Вот. Это потому что мы, вот, напрямую мы не можем сравнивать метрику двух протоколов, потому что она совершенно по-разному, да, рассчитывается. Как мы будем, блин, сравнивать 5 тысяч, там, да, и вот эту пятерку, как бы, ну, совершенно непонятно, да, там разные формулы, ну, логично. Вот, соответственно, у нас есть такая фигня, называется административная дистанция. Это первый критерий, который использует маршрутизация, чтобы определить, какой протокол маршрутизации использовать. Как бы, да, если два протокола маршрутизации предоставляют одну и ту же информацию, один и тот же маршрут, ну, к одному и тому же месту назначения, да. Соответственно, можно сказать, что административная дистанция, да, я даже напишу, вот это вот AD большими буквами, AD это, можно сказать, что мера доверия даже, да, мера доверия нашего протокола, нашего маршрутизатора, протоколу маршрутизации. Да, соответственно, меру доверия, у нас она указана жестко, как бы, да, в зависимости от протокола, маршрутизации. Соответственно, у нас есть, ну, сколько-то протоколов, у каждого своя мера доверия, соответственно, если там к нам приезжают разные протоколы с разной мерой доверия, сначала, например, там мы доверяем ОСПФ больше, чем РИПу, да. Ну, вот я так чуть забегу вперед, соответственно, если к нам приходит ОСПФ, мы ему доверяем, да, мы, значит, пошлем в эту сторону, да, если там, ну, маршрут туда у нас уходит, куда-то, да, наверх, мы туда пошлем. ОСПФ перестал присылать, РИП все еще шлет, да. Соответственно, мы РИПу доверяем, как бы, ну, как бы, ОСПФу мы уже, ну, как бы, нету его, соответственно, больше некому, соответственно, РИПу доверяем. Все, пошли в эту сторону. У нас есть вот эта вот административная дистанция, она жестко указана, например, интересно, соответственно, вот, точно, правильно, у нас административная дистанция, чем она меньше, тем лучше, как бы, да, соответственно, самая, самая высокая, самая плохая административная дистанция у нас у протокола РИП. Она у нас 120 равна. То есть, о чем это нам говорит? Ну, как бы, мы знаем просто, да, что протокол РИП самый, как-то, самый примитивный метод расчета метрики, стоимости, да, метрики. Самый примитивный, он считает там только хопы, короче, ну, это не особо прикольно, да. Давайте дальше смотреть. ОСПФ. ОСПФ у нас метрика 110 уже. Соответственно, да, что если мы видим маршрут РИП ОСПФ, мы выбираем, конечно, ОСПФ. Дальше у нас уже идет ИРЖРП, это типа ИР такая, 90. А, да. Ну, вот так. ИРЖРП 90. Ну, соответственно, потому что, почему, потому что мы помним, у него какая там формула расчета-то, да, что он очень много параметров включает, да, он там супер по-умному рассчитывает метрику. Дальше, соответственно, у нас BGP. BGP. Стандартно 20. То есть BGP вообще? Да. БGP мы доверяем еще больше, чем ИРЖРП даже. Почти, почти, смотри, тут дальше мы, смотрите, покажу, короче. Ну, по факту правильно. Дальше. Дальше у нас еще есть этот. Ну, не только это. Смотрите, ИРЖРП у нас тут 100 затесалось сюда. ИС-ИС у нас ИС-ИС. Нет, не угадал, 115. Дальше, да, вот про статику. Статик? Один, да. Статике мы доверяем по факту больше всего, потому что статика, это вот, блин, пришел администратор и руками прибил, блин, этот маршрут, да, что не слушай никого, говорит, вот администратор лучше знает, вот тебе статический маршрут один. Да, 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 если администратор говорит, значит, надо делать. Но у нас есть еще одна административная дистанция, которая еще круче, чем администратор, да. Это… Да, да, кто там правильно сказал? Директ или коннектед нетворк. Да, это сеть, которая, информация о сетях, которая непосредственно подключена, да. Да, потому что, да, что, ну, мы можем этому маршрутому сказать, эй, здесь там 2.0 у нас там, да, а здесь там 1.0, мы ему говорим, давай-то в сеть 2.0 ходи в эту сторону. Он говорит, эй, я же знаю, что у меня непосредственно как бы вот здесь вот подключено, как бы администратор, ты что? Он начнет ругаться на нас, да, говорит, что за хрень-то? Ну, вот. Вот, соответственно, вот такие у нас административные дистанции, ну, заданные жестко, вот. Как раз вот для предотвращения таких, таких ситуаций, да, когда несколько у нас маршрутов, протоколов маршрутизации. Так, ну что, я первую часть закончил, давайте, может быть, буквально минуточек 5 перерыв, а потом проговорим про утилиты, там, ну, наверное, я думаю, в полчасика мы уложимся, вот, ну, или там, как-то. В общем, давайте 5 минут, перерыв и приходите. Давайте начинать, у нас 10 минут уже прошло, перерыва. Мы сейчас поговорим про наши интересные утилитки. Ну, конечно, про всех уже слышали, ну, все про них, да, но я постараюсь так вот, как бы, что-то интересное сказать, да, и, ну, может быть, напомнить, может быть, кто-то что-то узнает, это новое, там, для себя что-то, вот. Вот, чтобы, соответственно, первым делом, да, утилита пинг. Пинг. Пинг – это, это не протокол. Пинг – это команда. Программа написана Майком Мусом. Соответственно, по его словам, это, говорит, что это, типа, вообще величайшее достижение было в его жизни, ну, правильно, ну, потому что сейчас пинг, ну, как бы, всеми используется, да, что уже, там, любой администратор знает пинг, и даже, даже тот, кто не администратор, все равно его знает, да, там, пинг. Просто, да, 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 соответственно, с помощью пингом, да, мы, что, мы можем проверять довольно много параметров, на самом деле. Мы первым делом, ну, как бы, как, мы доступны сетевого узла, да, мы пингуем какой-то хост, хост отвечает, хост доступен, соответственно, да. Дальше, мы можем проверять доступность узла по IP-адресу и по имени узла, да, соответственно, по имени узла, если мы пингуем, мы сразу же видим, разрешилось ли у нас это имя в IP-адрес или не разрешилось, соответственно, мы DNS-сервер проверяем, работоспособность DNS, как бы, да, сразу же второй параметр. Дальше, мы проверяем качество каналов, да, мы основываемся на, ну, мы видим, сколько у нас чего потеряно пакетов, да, там, сколько дошло, сколько не дошло, соответственно, качество каналов. Это маленькая утилитка пинг, соответственно, утилита пинг, она где работает? Она использует протокол ACMP, да, соответственно, протокол ACMP, можно почитать, там, у него довольно много параметра, параметров, да, там, параметры ответа, запроса, да, там, ACMP-эхо-реквест мы посылаем, когда пингуем, да, ACMP-эхо-реплай, когда нам отвечают, или наоборот, нет, реплай, это типа ответ, да, все правильно. Соответственно, да, 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 реквест-реплай, соответственно, у нас там есть несколько видов ответов еще в зависимости от того, что, даже от того, что как у нас пакет отбросился, не отбросился, да, мы можем его реджектить, дропать, по-разному с ним поступать, соответственно, ACMP-протокол будет нам об этом говорить, могут какие-то ошибки происходить, это все протокол ACMP нам будет говорить. Кроме этого, интересно, что с помощью IP, с помощью пинга мы можем, что делать, мы можем узнавать, какой хост мы пингуем, в смысле, какая система стоит на хосте. Так как он работает на уровне протокола IP, да, у нас в IP есть такой параметр, как TTL, да, time to life. Live, ну, в смысле, нет, 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 время жизни, time to life, соответственно, да, да, это было названо, в начале это именно в IP 4 это называется time to life, в IP 6 это называется, так, я, наверное, не написал себе, это по-другому называется, потому что, как бы, откуда это появилось, да, это считалось, что TTL будет считаться как, ну, посекундно. Да, как бы, прошла секунда на обработку, да, TTL уменьшится на единицу, да, там 2 секунды на 2 единицы уменьшился. По факту с этим сейчас никто не заморачивается, да, TTL у нас отбрасывается на каждом хопе, да, TTL у нас уменьшается на единичку, каждый маршрутизатор, да, уменьшает TTL на единичку, соответственно, это уже, как бы, нельзя сказать, что это, ну, как бы, это, как бы, не особенно время прямо, да, поэтому в IP 6 его переименовали это поле. Хотя оно также осталось 8 байт, 255 максимальное число TTL, да, так, и что я хотел сказать, что вот интересная особенность, что по ответу на пинг, да, мы можем узнать, что, кого мы пингуем, потому что каждый хост выставляет свое значение TTL, да, например, Linux и использует TTL64. Если нам в ответ приходит пакетик с TTL64, мы знаем, что это Linux, вот, мы узнали. Винда использует 128 TTL, соответственно, видим винду. У Macintosh, по-моему, там тоже какое-то другое значение, и у Ciskin, не знаю. Нет, оно выставляет по умолчанию тебе 64, оно тебе в ответ шлет 64, Linux, TTL. Ну, так, ну, так, блин, ну, так 128, оно там уменьшилось, или 64 у тебя там уменьшилось, как бы, ты можешь посчитать. Ну, сколько оно еще с 28 видишь? Да, учитывая, что ты весь интернет можешь пройти за 30 или 40 хопов там, да, и все. Все, я сегодня специально это, я специально сегодня это узнавал. Да, 30-40 хопов, весь интернет. Да, 30-40 хопов, все, это потому что, это вот вопрос, у меня вот возник, да, интересно, почему у нас максимально TTL255, да? Соответственно, что будет, если у нас больше, чем 255 хопов? Ну, как бы, ну, просто мы не можем, ничего не будет, у нас будут дропаться пакетики, мы не можем, как бы, по протоколу IP, да, на больше, чем 255 хопов. Но, как бы, считается, что это недостижимо, потому что, как бы, сейчас, вот даже в данный момент, да, у нас там 30-40 хопов, вот, весь интернет у нас может оббежать пакет. Вот, соответственно, но его даже в IPv6 это поле не увеличили. Как бы, да, оно так же, что в четвертой версии, что в шестой версии, оно такое же, 255, только переименовали его. Вот. А, хоп-лимит, да, называется точно. Так, соответственно, дальше мы говорим про циску все-таки, да, поэтому я буду всякие цисковские штучки здесь это еще рассказывать. Соответственно, мы можем, видно там на экране, мы можем, смотрите, когда мы пингуем, ну, вот в прошлый раз я показывал, в этот раз я не подготовил практически, ну, в общем, все помнят, да, что мы, когда делаем пинг, там, в циске, да, пинг, я там коряво пишу, там, не знаю, 8, 8, 8, 8, да, гугловый DNS, наверное, все помните, да, он нам может что говорить? Может говорить вот так, или может говорить, там, вот так, типа, соответственно... А, или, а, это в винде 4, да, здесь 5, согласен. Окей, поправили меня. Соответственно, восклицательный знак, значит, типа, ответ получен, все окей, да, там, точечка, это, значит, время ожидания стекло. Но он, также у нас еще есть другие картины, эти, параметры, ответы, как бы, да. У нас есть буковка U, там видно, вот сейчас подрисую, так вот, U, пункт назначения незастижим, буковка Q, содержание источника, source, что-то такое, quench. В общем, другой ответ, да, мы можем получить. Соответственно, я сейчас покажу вам этот, дальше пример. Смотрите. Соответственно, вот у нас пинг. Видно там, да, более-менее, там, на картинке? Соответственно, вот оно, мы попинговали, да, 5 восклицательных знаков пришло, типа, все окей, как бы, да, все зашибись, все хорошо. Соответственно, это, ой, сори, пришло, 4, 5, 5 точечек, значит, 0%, он пишет, да, что success right, 0 из 5, 0 из 5, 0 из 5 у нас пришло. Соответственно, нифига, не дошли пакеты. Но это может означать что? Это может означать несколько, да, расширенную команду, ну, несколько, может, вариантов у нас быть. Расширенную команду пинг я в прошлый раз тоже показывал. В циске есть, мы можем указывать какие-то параметры еще дополнительно. Ну, это и в винде, и в линуксе можем, да. Но здесь, вот, если мы просто вводим команду пинг, да, дальше она нам позволяет указывать какие-то параметры. Протокол. По умолчанию протокол IP. Да. Таргет IP адрес, ну, это обязательно надо ввести. Repeat count. По умолчанию 5, да, вот правильно меня поправили, 5 репитов. Датаграмм сайз, размер пакета, 100 по умолчанию. Таймаут в секундах, вот о чем я говорил, что у нас, может быть, не просто потому, что у нас хост недоступен, да, ну, пингуем, хост недоступен. Это может быть просто потому, что у нас очень медленная линия, как бы, да, что таймаут у нас 2 секунды всего лишь, лидерная очень медленно, и наши пакетики просто сбрасываются, да, по таймауту, устареваются. Соответственно, мы увеличиваем timeout, мы пингуем, у нас все работает Здесь мы можем какие-то extended команд по умолчанию новую стоит И здесь там sweep, range of size, там тоже можем какие-то дополнительные параметры по умолчанию Все у нас новую стоит Соответственно, мы также пингуем, там тот же самый хост 0.2 Но при этом, вот он пишет timeout 30 seconds Вот так, 30 Он пишет, ок Типа все дошло, увеличили timeout, все, пакетики начали бегать Нормально Дальше идем Это вот как бы один из таких вот примеров, да, использования протокола, ну, этой команды ping Соответственно Еще один пример, да, когда у нас появляются буковки U Когда появляются буковки U Это как-то там называется, у меня где-то было сохранено в шпаргалке в моей Что-то пошло не так Он говорит, что у нас может быть запрещен ping Просто, да Он говорит, что success write 0%, да Но при этом ответ уже другой Он не просто точечки нам пишет, да Он пытается нам что-то сказать Он говорит, что пункт назначения недостижим Да, что может быть у нас на R2 просто access list там запрещено ping Вот у нас записано ACMP any any deny Да Соответственно, а мы пингуем А, ну вот мы его и пингуем Вот этот вот хост 02 мы пингуем, да И у нас на нем же, да На access list его записано, что ACMP deny deny Ну, any any deny Он все, соответственно, отбрасывает все пакеты Но при этом он отвечает нам по-другому Как бы, да, что мы видим не просто пять точек там, да Вот как в предыдущем Но он нам, как бы, протокол ACMP нам говорит, что Пункт назначения недостижим Как бы, ну, как это, как это говорится Читайте, читайте ошибки Читайте, что вам пытается сказать компьютер Соответственно, ну, это один из вариантов, да, почему Дальше мы можем А, может быть еще вариант, что у нас просто Например, что интерфейс shutdown Может же такое быть? Может быть Вот здесь, например Или вот здесь Как бы, соответственно, ошибки тоже самые будут Могут быть другими Дальше идем Смотрите Это вот был один пример Второй пример Очень интересный вопрос Не знаю, вы замечали или не замечали иногда Что первый пакет у нас теряется Или он, наоборот, еще больше, как бы, время, да Там у нас прохождение первого пакета Почему это может быть? Да, да, правильно Это у нас два И второй вариант еще Что если мы пингуем по имени, да То он пытается разрешить имя Пока он разрешит имя в айпишник, да, там проходит время, да И асмп уже отваливается просто по таймауту Да, и все Соответственно, первый пакет у нас потерялся Таймаут 2 секунды, вот он пишет даже Соответственно, как бы, все понятно Ну, такой, ну, довольно такой, ну, интересный вопрос, да Там могут где-то даже на собеседовании, наверное, спросить Может быть, вот, 57 миллисекунд первый ответ, да Это вот тоже кто-то из зала сказал Что это уже, мы, причем, что мы пингуем уже айпишник ДНС у нас не задействован, да Но все равно первый у нас получается большее время прохождения пакета, да Это вот как раз именно с этим сарпом связано, да, что мы Да, да, да Ищем У меня случай был с VPN, то есть я пинговал по айпишнику Но, по ходу, просто какой-то из маршрутизаторов там купил И, соответственно, первый пакет просто подаймал, подбрасывал Вот, вот, да, вот, вот, может быть, как раз это Да, да, да Как раз вот это вот может быть связано вот именно с протоколом ARP Да Дальше Еще интересная штука, я вот случайно тоже нашел Вы видели когда-нибудь пинк отрицательный? Нет Это тоже такая ошибка интересная Нет Это связано с тем, что с многопроцессорными системами связано Это была такая ошибка в AMD, даже в Интеле Когда многопроцессорные системы и синхронизация между процессорами, да, и ты получается там Там как заумно так это объясняется, да, что, в общем, у тебя один пакет получается в минусе Вот Слушай, я уже видел у себя в системе, каждый третий такой, и все системы нифига не на AMD Ну вот, но я и говорю, что это вот появлялся AMD и Intel такая фигня тоже многопроцессорная Ну, фиг знает тогда Ну, это вот, ну, по крайней мере, что я нашел там, да, Винда даже выпустила официальный патч Там я могу ссылку скинуть, кому интересно, там, как раз вот именно для устранения вот этой вот ошибки Чтобы, да, не было отрицательных пингов Так, дальше, что у нас еще есть? У нас есть тоже чуть-чуть про трассеровут, да Ну, тоже все слышали утилиты трассеровут или трассер, там, ну, в Винде чуть-чуть по-другому Она пишется в Виндоксе по-другому Основа на пингах, ну, как бы на утилите пинг, ну, на этой же идее Но прикол в чем? Как она работает? Она работает очень, как раз используя TTL, да Сначала мы выставляем TTL один, соответственно, пакет у нас улетает на наш маршризатор по умолчанию, да Улетел, маршризатор нам ответил Мы увидели его имя IP-шник, ну, или просто IP-шник, или имя IP-шник, да, там, в зависимости от параметра Там мы время там замерили, тролевали, ставим TTL 2 Соответственно, мы пролетаем наш маршризатор и улетаем до второго, который следующий, next hop, да Второй маршризатор TTL в ноль, он отбрасывает этот пакет, да, наш И протокол SMP нам отвечает, да, там, определенным параметром Ну, ответ нам шлет, соответственно, он, и мы уже видим этот ответ получаем, знаем IP-адрес, да И имя того, кто нам ответил, соответственно, ну, и скорость И, соответственно, мы вот так вот проходим по всем узлам, просто увеличивая TTL каждый раз на единичку Как бы, да, и каждый может, и пока не дойдем до того, кто нам нужен Ну, примерно, все, все, ну, все видели наверняка, да, там, трассировку Основано как раз вот именно на использовании этого TTL, да, и на протоколе SMP, что он каждый раз нам отправляет ответ Да, он не просто дропает этот пакет, который TTL ноль, да, у него будет, он отправляет определенный ответ Вот Дальше Дальше Сейчас есть еще утилита прикольная Которую я использую На самом деле там сетевых еще довольно много Но тоже такая консольная утилита Называется МТР Это Смесь Пинга, да, и трассировка Она, получается, мы пишем Как она используется? Ну, просто в самом стандартном, да, варианте мы пишем МТР Ну, имя там узла, 8-8-8-8-8 До кого хотим Соответственно, она посылает, вот трассировка, вот она один раз прошла, да, и все Вот Один раз мы отправили, получили там маршрут, там, в среднюю скорость прохождения Там троллевали наши все параметры Увидели МТР шлет постоянно Да Вот она постоянно, постоянно Постоянно шлет пакетики Соответственно, мы видим Потери пакетов loss Нам показывает, да, процент Отправленные пакеты Вот здесь 41 на примере, да Видно, да Соответственно, это значит, что 41 пакет уже То есть, 41 раз мы уже отправили, как бы, да, до нашего destination В среднее время прохождения последнего пакета С лучшего пакета И тут у меня еще даже где-то записано, вроде было, все эти параметры, что он нас показывает В общем, давайте я прочитаю, да, там Соответственно, хост – это название узлов, через которые он проходит Да Лосс – количество потерянных пакетов в процентах Ну, это понятно, да СНТ – количество отправленных пакетов Ласт – вот оно Время задержки последнего отправленного пакета в миллисекундах ВГ – это среднее время задержки пакета Будь здоров Бест – наименьшее время задержки пакета Бест, да Верст – ну, соответственно, наибольшее время задержки пакета И стдф – стандартное отклонение времени задержки Вот Соответственно Ну, МТР тоже довольно удобная тема Для тестирования сети Это, судя по всему, ты, по идее, ты должен поделить там Ну, это какая-то математическая фигня Время отклонения Стандартное время отклонения Это что-то со статистикой связано, по-моему Да, да, да Получается Это как трассировка Это как трассировка работает, да Но постоянно просто трассировка Ты же один раз ее прошел, как бы, да И все Каждый раз Конечно Ну, так а откуда же мы узнаем вот это, допустим, имя вот этого хоста Как бы, да, там, или вот этого Вот я тебе точно не скажу Не уверен, не уверен, честно, не буду врать Ну, насколько я понял, я как бы А если маршрут изменится во время утилиты Да Получается, да, это может тоже быть так Да, ну, насколько я понял Насколько я понял, что она именно трассировку использует, да Вот, ну, в принципе, такой вариант с пингами тоже возможен, на самом деле Потому что, по идее, да, что может быть даже Она же может, маршрут у нас может меняться, пока мы трассировку делаем Соответственно, ну Давайте погуглим Кого? Ага Не, 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 но она так, ну Да, во-первых, нет, мы можем посмотреть Но это надо time to life смотреть, да, там каждый раз он меняет, не меняет его Впрочем, википедию открыть и почитать Можно попробовать Да, на линуксах везде есть Вин МТР вроде есть Да, и Вин МТР есть, да Так, нам надо TCP дамп Варшарк у меня что-то глючит Варшарк везде есть Минус и какой там у нас интерфейс-то у меня У меня какой интерфейс? ЕН Нет, нет, ЕН1 или ЕН0 здесь ЕН1 Все-таки да, получается трейсер, и он повторяет регулярно его раз в секунду А, видишь, смотри, у нас маршруты прям так чик-чик Да Вон трейсер пытается, да, судя по всему делать Там, чтобы кто-то звалит там, читай Сами, я думаю, проще после었습니다 дампа еще Утись на основное искусство Пост и куда доправляешь пакеты А, тут не спасибо А, тут пост Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok